В Вятском духовном училище продолжается набор на певческое отделение. Будущим регентам предстоит три года учиться музыкальной и богословской грамоте. По словам священников, чтобы петь в церкви, нужен не только музыкальный слух, но и слух духовный. Юлия Шалаева расскажет подробнее. Они должны точно попадать в ноты и понимать, о чем поют. Чтобы стать регентом или дирижером церковного хора, каждой из студенток нужно пройти непростой путь. Ежедневные занятия по музыкальной теории, распевке, богословские науки. Служитель церкви обязан быть всесторонне развит. В основном мы практически с нуля учим, тем более востребованность большая, даже если у девочки не очень хорошие музыкальные способности. Но мы видим, что где-то в сельском храме, где может быть не очень высокие требования, мы ее научим, она будет достойно петь. Наталья Зубарева самая старшая в группе, ей 30 лет. В училище она пришла из, казалось бы, успешной светской жизни, работала бухгалтером на предприятии. Однажды ее духовник рассказал про регентское отделение. Девушка загорелась мыслью петь в храме и без всякого музыкального образования поступила в училище. По благословению духовного отца, так скажем, меня направили сюда учиться, потому что не хватает очень певчих, регентов в храмах, особенно сельских. Некому петь, читать. Бывает даже служба должна идти, а певчих нет. И батюшке приходится вот искать кого-то там в городе или где-то. На протяжении всей учебы студентки отрабатывают певческие навыки в храмах. Девушки поют на службе в домовой Никольской церкви, а иногда и в Успенском соборе. Сейчас все воспитанницы отделения – это приезжие из районов области и из соседних регионов. Поэтому каждую из них епархия на время учебы обеспечивает жильем и питанием. Храмов становится все больше. Певчие в храмах очень востребованы. Не секрет, что некоторые из тех, кто учится на регионском отделении, девушки, они потом становятся и супругами священнослужителей, которые обучались здесь. И поэтому в своей деятельности на будущих приходах эти знания, певческие знания, навыки, ими очень оказываются востребованы. Как показывает практика, на каждом курсе обучается всего несколько человек. Поэтому можно сказать, что подход здесь индивидуальный. Впрочем, в училище уверены, вложенные силы дадут свои плоды. И, возможно, совсем скоро каждый храм нашей области наполнится духовным пением. Юлия Шалаева, Вячеслав Голиков, Вести Киров.